Все чудится мне будто в трясом беге, померзлой пашином чусь я на телеге. Что за беда? Не все же бродить пешком по Невскому проспекту. Не всегда по Невскому и не каждый раз по Тверскому. На этот раз известный актер Сергей Юрский приехал в Нижегородский Кремль, чтобы пообщаться со зрителями и почитать стихи. Народный артист РСФСР выступил на сцене филармонии с программой «Знакомое-незнакомое», в которой соединились множество микроспектаклей разных жанров и эпох. Все это было призвано помочь зрителю открыть новое в давно известных вещах и что-то свое в ранее неизведанном. На сцене Нижегородской филармонии звучали стихи и проза Пушкина, Островского, Бродского и других авторов. Сквозь могилу и сквозь слезы в раступившихся деревьях я увидел вдруг отца. Было утро воскресенья, в перепутанной природе я искал заветный узел, связь начала и конца. Помимо чтения стихов, актер также беседовал со зрителями о классике и современной литературе. С Нижегородской филармонией Сергея Юрского связывают многолетние теплые творческие отношения. С первых концертов легендарного артиста многочисленные слушатели и поклонники не оставляют свободных мест в Кремлевском зале. А в этот раз встреча артиста со зрителями прошла в рамках Сахаровского фестиваля, во время которого в Нижний Новгород традиционно приезжают звезды мирового масштаба. Так, на открытии фестиваля за роялем играл Денис Мацуев. Маэстро с мировым именем и народный артист – это еще не все знаменитости. В этот раз к нам приедут Владимир Спиваков, Юрий Башмет и многие другие. Причем притягивает их не только фестиваль, но и сам Нижний Новгород. Я ехал на Волгу с предвкушением, что я и поиграю, и отдохну здесь, потому что это огромное счастье. У меня замечательное настроение всегда здесь, в Нижнем Новгороде, я прихожу в себя. Вы верны своим великим традициям вашей филармонии, которые творили Шостакович, Ростропович и Бусман и многие-многие другие великие исполнители. И то, что вы держите эту планку в течение сезона и на этом фестивале, это дорогого стоит. Этот фестиваль уже 15-й по счету и единственный в России, который входит в Европейскую ассоциацию фестивалей при ЮНЕСКО. Он закончится 17 июня. За это время нижегородцы успеют услышать множество завораживающих мелодий и увидеть на нижегородской сцене музыкальные таланты мирового уровня.